Видение, которое было к пророку Авдею. Эдом будет низвергнут. Так говорит владыка Господь об Эдоме. Мы услышали весть от Господа, что отправлен посланник народам, чтобы объявить им. Вставайте! Выступим войной против Эдома. Вот я сделаю тебя, Эдом, малым среди народов. Ты будешь в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расщелинах скал. Высоко строишь свой дом и говоришь в сердце своем, кто низвергнет меня на землю. Но даже если ты подобно орлу, поднимешься ввысь и устроишь гнездо свое среди звезд, то и оттуда я низвергну тебя, — возвещает Господь. О, как ты будешь разрушен! Если воры и грабители в ночи придут к тебе, разве они не украдут только то, что пожелают? Если проникнут к тебе собиратели винограда, разве не оставят они несколько виноградин? Как все будет обыскано у Исавы, будут ограблены его тайники. Все твои союзники вытеснят тебя до границы. Все твои друзья обманут и одолеют тебя. Те, кто ест твой хлеб, поставят на тебя западни, но ты не догадаешься. В тот день, — возвещает Господь, — я истреблю мудрых в Адоме и благоразумных на горе Исава. Воины твои, Тиман, будут трепетать от страха. И все на горе Исава будут истреблены. Из-за насилия над своим братом Иаковом будешь покрыт позором, будешь уничтожен навсегда. Ты стоял в стороне в тот день, когда чужие народы уносили его богатство, когда иноземцы входили в его ворота и бросали жребий об Иерусалиме. Ты был, как один из них. Тебе не следовало смотреть сверху вниз на своего брата в день его несчастья. Не стоило торжествовать над народом Иуды в день его гибели, и хвастаться в день его страдания. Тебе не следовало входить в ворота моего народа в день его бедствия, смотреть на его горе в день его бедствия, и касаться его богатства в день его бедствия. Тебе не стоило стоять на перекрестках и убивать беглецов, не стоило выдавать уцелевших в день их страдания. Спасение Израиля Близок день Господень для всех народов. Как ты поступал, так и с тобою поступят. То, что ты делал, падет на твою же голову. Как вы пили на святой моей горе, так и все народы будут пить всегда, будут пить, не переставая, и проглотят, и исчезнут, будто их и не было. Будет на горе Сион спасение, и будет она святой обителью, а дом Иакова вернет свое наследие. Дом Иакова будет огнем, дом Иосифа пламенем, а дом Исава будет соломою, которую они подожгут и уничтожат. Никто из дома Исава не выживет, сказал Господь. Люди из Нигева завладеют горой Исава, а люди из Предгории — землей филистимлян. Они захватят поля Ефрема и Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. Войска сынов Израилевых, те, что были в изгнании, завладеют землей Ханаанской до города Сарепты, а изгнанники Иерусалима, живущие в Сефараде, получат во владение города Нигева. Спасители взойдут на гору Сион, чтобы править горою Исава, и наступит царствование Господа.